Здравствуйте! Многие здоровы без красоты, но никто не красив без здоровья. С вами я, Людмила Першина. Предлагаю поговорить об интересном, удивительном и полезном. О здоровье и медицине. Будем искать ответы на вопросы, которые волнуют многих, а для некоторых уже стали самой настоящей больной темой. Все не так. Почему сложно с самим собой? На нуле и не только настроение. Где найти жизненные силы? Если ничего не радует, это каприз или диагноз? Палитра нашей жизни состоит из сотен оттенков, но в какой-то момент яркие краски начинают меркнуть. Стойкая уныния и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела и, как итог, снижение самооценки. Депрессия. Состояние, при котором человек концентрируется на черном и сером. Как найти выход? Разберемся с экспертами. До 20% людей время от времени испытывают синдром депрессии. Таким людям живется нелегко, нет причин для радости, отсутствует надежда и цель в жизни. Кажется, что мир враждебен. Согласно прогнозу ВОЗ, к 2030 году депрессии выйдут на второе место среди причин утраты трудоспособности. Лидерство будет удерживать ВИЧ. Ну, весь мир говорит об этом состоянии. Фармкомпании выпускают массу лекарств. Все их зачем-то принимают. Но никто не знает, что такое депрессия. То есть все считают, что они в депрессии. Эндогенная – это та, которая имеет под собой какое-то органическое поражение головного мозга. Экзогенная, то есть которая может быть ситуационная, может быть вызвана другими какими-то причинами. Чаще всего это встречается депрессия, которая вызвана самой болезнью. У больных, принесших инсульт, и у больных, страдающих тяжелыми болезнями, которые плохо лечатся. То есть так называемые хронические болезни. Я плакала. Вот у меня такое состояние было. Мне жаль было чего-то. Не знаю, вот состояние было такое вот. Ну, что ножка не ходит, ручка у меня вот так как-то. Пациентка, которая перенесла инсульт в левой половине головы, у нее было очевое нарушение. То есть у нее была моторная афазия, речь была нарушена. Выраженная слабость в правых конечностях. То есть она себя не обслуживала. Ну, самое главное здесь, в этой ситуации, дать направление. То есть рассказать человеку, что он встанет, что он пойдет, что он будет заниматься, что у него речь улучшится. И показать способы. Понятное дело, что медикаментозная терапия здесь тоже присутствует. Вот знаете, я просто не хочу говорить, потому что не очень такие у меня. Мысли хорошие. То, что не знаешь, что дальше будет. Знаете, когда болеешь, знаешь, вот одно и то, и то же. А когда вот что-то такое происходит, и не знаешь, что дальше будешь, и начинают мысли какие-то тебе поступать нехорошие. И стараешься с этим тоже бороться, что не надо об этом думать. Вот так, вот так, вот так. И как-то уходишь постепенно потом от этого тоже. Второй пациент – это человек, который в молодости заболел тяжелой болезнью. Рассеянный склероз. То есть это аутоиммунный процесс в головном мозге, который может проявляться параличами, недержанием мочи, шаткостью. То есть он течет с равными проявлениями в течение жизни. Как бы одно из начальных проявлений рассеянного склероза считается нейропсихологический такой симптом, который может проявляться депрессией, может проявляться, наоборот, эйфорией. Ну как я мог так поступить? Я плохой, раз так сделал. Это из-за меня, у моих близких проблемы. Если б не я, я не могу принять это решение, я не способен на это. Я никому не нужен. Жизнь совершенно бессмысленна. Если человек живет, работает, ест, пьет, спит, но от этого не получает удовольствия, то надо бы задуматься, а что у него в жизни не так. Есть такое понятие, как соматизированная депрессия. То есть когда пациенты ходят на прием к терапевту, делаются на массу болезней. То есть у них то болит, все болит, это болит, ничего в жизни не складывается. То есть есть такое понятие, как соматизированная депрессия. Есть маскированная депрессия, то есть это то же самое приблизительно, когда под маской депрессии бывают другие болезни. В чем заключается улыбчивая депрессия? У этого человека всегда все прекрасно. То есть он на людях выражает такую позитивность, он считает, что он работоспособен, что он горы свернет. Стоит ему остаться одному, накатывает тоска, он не может ничего делать, чувствует себя абсолютно несчастным. Одно из понятий – это постковидная депрессия. Она действительно есть. И есть, страдают очень много. То есть здесь переходит астанизация, которая после ковида переходит в такое депрессивное состояние. Я не вижу ничего значимого, стоящего в своей жизни. У меня просто нет сил, чтобы терпеть все. Я не хочу шевелиться. Просто не трогайте меня. Я не хочу никого видеть, ни с кем общаться. Но вот опять идти на работу – как же все надоело. Депрессию должен определять врач. Вы сами ее не можете определить. А депрессия вообще устанавливается по трем основным факторам. Это исследуется мышление, это исследуется движение и эмоции. Врач-психиатр может сразу неприятно сказать, есть депрессия у человека или нет. Или, пожалуйста, острая реакция какая-то. Опять же, на стресс, на положительные, на отрицательные какие-то события. Либо это именно заболевание. То есть есть шкала тревоги, есть шкала депрессии, есть их масса всяких шкал, по которым можно пройти тестирование и определить, какая проблема вас больше беспокоит. То ли это тревога, то ли это депрессия, то ли это все вместе. Но пациенты не осознают, куда им надо. То есть они осаждают терапевтов, они осаждают врачей-неврологов, они ходят по врачам, а им никто не помогает. То есть понимаете, здесь нужно просто поговорить с человеком, выяснить причины. То есть она может быть ситуационная депрессия. Вот в связи с сегодняшними событиями у пациентов очень много ситуационной депрессии. То есть они лишились имущества, они лишились чего-то, они не знают, как будет происходить его жизнь. Это называется послестрессовое расстройство, которое может развиться в депрессию. То есть здесь действительно важна помощь психологов, в этих ПВР, назначение лекарств. Понятное дело, что таблетками от жизни не вылечишься, но помочь пациенту, конечно, нужно. Никто меня не понимает и не видит, как мне плохо. В моей ситуации мне ничего не поможет. Это крах. Я не успешен, другим повезло больше. Но когда это всё закончится? Хочется исчезнуть. Симптомы депрессии первое – это снижение настроения, снижение побуждения. Ну, кстати, ещё один из симптомов депрессии – это запор. Вот, кстати, любят ставить диагноз «синдром раздражённого кишечника». Но это, так скажем, запор наоборот. То есть это тоже проявление депрессии. Это самотоформное расстройство, которое происходит у нас в голове, а не в кишечнике. Первое, что нарушается, – это нарушается настроение, естественно. Ничего не хочется делать, нет желания куда-то сходить, что-то купить, что-то поесть. Что-то посмотреть, даже желания на работу нет. Ничего не радует. Это вот, это вот, это всё, это одно слово – ангидомия. То есть нет радости в жизни. Нет никакого стремления. А потом уже присоединяются другие цветов. Это и нарушенный сон, и тревога, и плохой аппетит. А у некоторых это бывает и големия, и у них, которые съедают какие-то с братьями едой, и у них помогает увеличение массы тела. Люди, которые говорят, у них депрессия, ну, честно говоря, это те, да, психиатры не доходят. То есть они ограничиваются, видно, той поддержкой, которую они, собственно, не хотят получить от своего окружения. Либо это круг семьи, либо друзей, либо сотрудников, у него поживели, умолвали, всё хорошо. Человек, который страдает депрессией, для него это всё уже не поможет. Всем известно, что наши религиозомпозиторы и писатели страдают депрессией. Но самый яркий пример – это Достоевский. Депрессия у него была какая? Эпилептическая. То есть у него было органическое заболевание, он страдал эпилепсией. Каждый приступ, он же давал вот эти бескорения, вот эти нарушения, нарушения бескорения, вот эта злобность, вот эта вот мрачность. И поэтому вот разведения у него такие. Анна Каренина, кстати, была морфинисткой у неё, да, послеродовая депрессия у неё была. У неё все были проявления симптома отмены. То есть все считают, что она бросилась из-за депрессии, что её бросил Бронткин. Но на самом деле здесь отмена морфия. Нормально, улыбаюсь. Уже хочется жить. Жизнь продолжается. Вот так не хотелось. Сейчас у меня хорошее, просто отличное. Я прям рада, что вот я сюда попала. И вот все уколы делаем, все прогревания, всё-всё мы это делаем. На сегодня всё. Очередную больную тему, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых, мы раскроем в следующей программе. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok